Эээ... Здравствуйте, с вами Фрейминистер и игра... Dreamfuls of X3? Вы понимаете, в чём фишка? Я тупо пытался сейчас только что пропустить... Как это называется? Ой... Извините, бананы... Выходят наружу таким странным способом. Так вот! Я пытался пропустить ролик, а... Пока что я нажимал на кнопки, я бац и оказался здесь, и... И она тоже ставит ногу прикольно, но только левую, по-моему, правая она не... У неё левая нога, так сказать, поступательная. Вот я смотрю на неё и сразу думаю о том, как я еду в метро, наступая одной ногой кому-нибудь на пятки. Резат и мисс, квартира 8. А, так это ещё и многоквартирный мегадом? Окей... Это он не здесь? Это он не здесь? И так можно повторить тысячу раз. Знаете что, небольшой спойлер. Я видел трейлер на эту игру, и, по-моему, я видел, как в таком трейлере в подобное место, ну, я имею в виду вот такой коридор с такой квартиркой, да, врывались люди с оружием. Это было клёво. Резат и мисс, квартира 2 не отвечает. Резат и мисс, квартира 1 не отвечает. Я что, так вообще сейчас буду стучаться? Ну, видимо, да, видимо, буду. Резат и мисс, только посмотри... Во! Хотел показать вот это окно. Да, квартира... Вот, по-моему, да, вот они, по-моему, вот сюда как раз врывались. Вот, да, вот в его квартиру в этом самом ролике врывались люди. Я в шоке. Я видел это в ролике. Ужас! Спойлер налево и направо. Пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам. С этим окном ничего не могу сделать. А на то головы могу посмотреть. Видимо, придется от этих людей убегать через окно, так что ли? Здравствуй, вид на пальмы и что-то вроде туалета. Резат и мисс... Квартира Резы. Реза, миза, миза, Реза. Резы нет дома. Ну, разумеется, его нет дома, господи. Чего вы ждали от этой непонятной общаги? С одной стороны, если он живет один, то это понятно. Ну, то есть я хотел сказать, ой, как бедно живет Реза. Они, кстати, не общаги ни разу. У них именно что нормальные квартирки, я думаю. Давайте заценим, сколько у них там места. Да, по-моему, нехило. Очень даже нехило. Выпрыгнуть можно вон туда, как раз за ту решетку. Посему я считаю, что те места, конечно же, прорисованы. Имеет ли смысл мне попробовать поговорить с моим обезьяном, который мне нравится? Сейчас я быстренько сбегаю, если что, сразу же вернусь. Знаете, вот что мне интересно. Вообще, кто-нибудь из тех, кто все это смотрит, играл в такую игру Ларри. Ну, Ларри – это тот извращенец, который в выходном костюме. Ну, так вот, там же вышла сначала седьмая часть, которая прям квест. И там он как раз был в выходном костюме. А есть также следующая часть, там, где его внук или что-то в этом духе. Также потом вышла совсем последняя. И там уже я точно не знаю, кто там вообще тусуется. Я в ту игру почти не играл. В общем, та, что между ними. Та, что после седьмой и до какой-то еще другой. Вы знаете, по-моему… Зои. Знаете, как я испугался? Я решил, что этот парень на экране сказал мне Зои. Надо выключить его к черту. Центр. Отключить экран. Отлично. Вонкерс? Да, Зои. Я не могу с тобой разговаривать, черт. Так, что у меня сегодня… Только тренировка, Зои. Верно. Спасибо. Пожалуйста. Ну, получается, я совершенно зря сюда бежал. Просто меня привлекает этот чертов Вонкерс. Создатель этой игры явно немножечко помешан на обезьянках. Насколько я знаю, это действительно парень. Который делает вот такие вот женские штучки. В принципе… Нормально, нормально. Так, о чем это я? Да. И та игра… Вот я сейчас вспомнил ее. Я все пытался вспомнить о хоть сколько-нибудь похожих на вот то, что мы сейчас видим перед собой игр. И вы знаете, чем-то, чем-то схож тот Ларри. Я знаю, он отвратителен. Я знаю, что в основном я играл в него, когда жутко напивался пивом. Кстати, я не знаю, в курсе ли вы, но в данный конкретный момент я стараюсь не пить вообще. То есть прям вообще не пить. Вот тут сейчас будет Новый год. Ну, то есть я это записываю перед Новым годом, но вы, конечно же, увидите после. Потому что я злой. Ну, так вот. Ну, значит, будет Новый год, и я не собираюсь пить на Новый год ничего. И вообще я не пью. Вообще вот тут был корпоратив, я сказал, а я нет, я не пью. А мне говорят, а почему? А я говорю… Ух ты! Мне нравится его костюм. Такой фолк. Фолк. Сама ты фолк. Я говорю, а вот не нравится мне. Ну, тут, конечно, история чуть более длинная. Мне не то, что просто не нравится. Я когда в последний или предпоследний раз сильно напился, у меня потом голова болела так сильно, что мне скорую вызывали на работе. Однако все равно мне не нравится. Такси, иди к папочке. Это городское такси Касабланки. Мало того, что бесплатное, так еще и очень комфортное. Касабланка крутой городище. Вы знаете, что я думаю? Я думаю, что громкость звуковых эффектов должна быть такая же, как громкость музыки. Ну-ка заценим. Может быть стало лучше, но вряд ли. Но все равно. Какое странное место. Да, вроде бы звуковые эффекты слышно, тем не менее. Несмотря на то, что я их так потише сделал. Длин, это место, оно... Это называется центр? А, я как будто под водой. Главное, камера еще так криво сделана. Не то, что криво. Я бы, знаете, вот здесь, конечно... Эта кнопка вызывает платформу лифта. Здесь, конечно, я как-нибудь хотел бы сделать вид от первого лица, но... Видимо, это не про нашу игрушку. Может быть про нашу, я просто не знаю, как его делать, этот вид. Здесь, наверное, можно проиграть, по-настоящему умереть. То, что нельзя было в первом путешествии сделать. Ну и черт с ним. Кто-то стучится. Господи, скоро Новый год. Кто стучится под окном? Вау! Нет, теперь я понимаю, почему это центр. Там, видимо, красиво, но только сверху. Джава? Ява? Погодите, это та самая штука, без которой не работает Майнкрафт? Ее еще ставили на телефоны? Какого черта кто-то стучит? Как только я узнал, что такое биоинженерия, я перестала есть пищу из автоматов. Никогда эти штуки набиты нанитами. Чем? Чем? Нанитами? Серьезно? Стильно. Очень стильно. Научные журналы. Раньше я все это читала, но теперь уже нет. Стильно. Свежая вода. Подарок от корпорации Бинго. Содержит кучу вызывающих привыкание галлюциногенов. Галлюциногенов? Господи боже мой. Бедная компания Бинго. Это кнопка вызова платформы лифта. Так, заценим теперь вот так. Всевидящее око. Мне очень нравится функция всевидящего ока. Наверное, за ней какое-то хранилище. Так, хорошо. А вот так вот? Кто вы? Я пришла забрать пакет от мисс Чанг. Меня зовут Зои Кастильо. Она... Ее сейчас нет. Я ничего не знаю ни о каком пакете. Приходите завтра, мы закрыты. Есть мнение, что эта женщина, во-первых, не должна здесь быть, а во-вторых, ее отвратительно озвучили. Да. Когда она придет. А когда вернется мисс Чанг? Я не... Завтра. Она будет здесь завтра. Я уже сказала, мы закрыты. Вам лучше уйти. Ой, ё-мо-сан. Что за ё... Какой... Чё? А, а... Это мисс Чанг. Чанг. Явно мисс Чанг, ну... Вау. Так, называемая секретарь, что я явно не знаю, что надо как-то отвлечь. Так, что же, надо выбираться отсюда, экран, надо сказать, что женщина... Да, отвлечаем. Спасибо вам за помощь. Я зайду завтра. Кстати, очень милая пигментация. Что? Ваши волосы. Красивый оттенок. Что это за цвет? Эээ... Я не... Я не знаю. Стандартный оттенок, какой был на... на имплантанте. Послушайте, я... Правда, очень мило. И так вам идёт? Я и сама подумываю о том, чтобы стать блондинкой. Вы как считаете? Ну, может быть... Слушайте, у меня нет... Я просто должна всё тут закончить, прежде чем я закончу, и... Мне очень неловко вас задерживать, но мне так нужен этот пакет. Я уже сто раз вам сказала, приходите завтра. Может быть, мисс Чанг оставила где-нибудь пакет для меня? Не могли бы вы посмотреть? Простите, но у меня совсем нет времени искать какой-то пакет. Эээ... Обмен. Что ещё обмен? Эээ... Умолять не хочется, с одной стороны. С другой стороны, обмен может подразумевать какую-то лажу. Эээ... Я не знаю. Ну, это риск. Риск. Почему бы не рискнуть? Я бы быстрее оставила вас в покое. Удели вы мне две минуты своего драгоценного времени. Правда. Не могли бы вы заглянуть вон в ту комнату? Может быть, мисс Чанг его там оставила? Хорошо. Я посмотрю. Но если его там нет, вам придётся уйти. Мы ведь и правда закрыты. Спасибо вам огромное. Ужасно её озвучили. Нет, серьёзно. Я такого не говорил с тех пор, как в чёрном зеркале было такое место. Так, насколько я понимаю, я могу её там закрыть. На двери электронный замок, но открыть её можно только с другой стороны. Всё, хана тебе. Кана, Кана! Кто такая Кана? Почему? Мне сразу вспоминается Мальта Кана. А кто? А-ха-ха! Это и с мураками. Здесь есть иконка с надписью «Коридор». Чёрт! Сигнализация. Это хреново. Однако красиво. Всё-таки этот город больше, чем был издалека виден. Боже мой, эта тварь может на меня пялиться. Не правда ли? То самое око. Такое же, как моё. Ладно, поехали. Ты, видимо, Кана. Чё вообще происходит? Э-э-э? А, кстати, Кана, это же был такой парень в этом самом, в Mortal Kombat. Он как раз был сглазан. Ну, хорош бить об дверь. Тоже мне. Думаю, я сумею взобраться туда. Взобра... В смысле? Погоди, в смысле? Ого! Вау, вау, вау. А обратно? Отлично. Нет, это гениальная игра. Нет, серьёзно. Что-то есть в этом просто потрясающее. А-а-а... Окей. Пойдём сюда. Так, и отсюда я смогу... Что это? Крышка без защёлки. Я смогу открыть её без особых проблем. И... Открыть дверь? Тут рукоятка с табличкой «Сброс давления». Ну, вариант. Ну, я что-то сделал, типа, якобы. И, как бы, в итоге я что-то смогу сделать ещё неправильно. Давление сброшено. Надеюсь, теперь я сумею открыть двери. А чё она сама их... Ну, видимо, здесь нужны были силы двоих людей. Слава богу. Газ уже начал просачиваться. Ещё бы несколько минут. Что сейчас произошло? Кто были эти люди? Сейчас не время и не место для объяснений. Нужно уходить. Немедленно. Мне бы понравилось, если бы она сказала «Начно уходить немедленно!» Типа того. Ладно, я тоже умею бегать. И ты одна такая умная. Чанк. Куда она делась? А. Кто-то влез в систему и блокировал доступ на этаж. Нужно найти обходной путь. Я реактивировала ручное управление. Попробуйте вызвать лифт. Сейчас должно сработать. Окей. Обходной так обходной. Быстрее заходите в лифт. Нам нельзя здесь оставаться. Иду, 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 иду. Наверное, я должна поблагодарить вас за то, что вы спасли мне жизнь. Вообще-то я об этом даже не думала. Я... Только посмотрите, я дрожу. Просто выброс адреналина. Это совершенно нормально. Не для меня. Не каждый день меня пытаются убить. Они не пытались убить вас. Они пытались убить меня. А теперь скажите, кто вы и что вы делали в моей лаборатории. Я Зоя Кастильо. А вы Хелен Чанг? Вы не... Кастильо? Понятно. Да-да. Я Хелен Чанг. Откуда вы знаете моё имя? Я пришла забрать пакет для моего друга, Ерихона. Ерихона? Я же сказала ему, что не отдам пакет никому, кроме него. Он не смог прийти. Разве он вам не сообщил об этом? Я никакого сообщения не получила. Возможно, его перехватили. Тогда многое становится понятно. Послушайте, мне это не нравится. Эти люди, которые пытались убить вас, они теперь охотятся за рез... Ерихоном? Я не знаю. Мне срочно нужно уходить. Вот, возьмите это. Пожалуйста, доставьте это Ерихону. Как можно скорее. Что это? Информация. Он знает, что с ней делать. Эм... Да, действительно. Насчёт Кастильо. Информация. Да, мне больше всего интересно, почему она так странно отреагировала на Кастильо. Почему вы так отреагировали на моё имя? Вы знакомы с моим отцом Габриэлем? С вашим отцом? Нет. Нет, я... Я знала когда-то одного Кастильо. Это было очень давно. Извините, но сейчас у меня совершенно нет времени болтать. Мне надо идти. Погодите, мне нужно у вас спросить. Пожалуйста, поскорее доставьте пакеты Ерихону. И ещё раз спасибо вам за помощь. Я этого не забуду, Зоя Кастильо. Сразу. Эй, эй, постойте. Я хотел сказать сразу, запомнил моё имя. Чёрт, Резе придётся многое объяснить. Ерихон, Реза, что за фигня? А, так, эм... Надо как можно скорее. Многое придётся объяснить. Поверить не могу. Втянул меня такое. Да ладно, господи, тебе скучно было. У нас тут адвентюра, понимаешь ли. Бесплатное такси? Интересно, за счёт чего оно бесплатное? Стоп, погодите. Его никто не ведёт. Ага. Работает исключительно за счёт электро... Ну, или какой-то там энергии. Игра автоматически сохраняется, что явно её плюс. И я бегу к Иерихону. Наверняка, как раз теперь ворвётся кто-нибудь к нему с оружием. Просто потому, что нехорошо меня держать всё в тех же... Как это сказать правильно? Слово забыл. Я ещё-то мог его схватить. Какого чёрта? Куда он побежал? Да, он убежал. Ну и чёрт с ним. Возможно, это был тот же самый парень, который стоял здесь. Я всё равно не мог ничего особенного с ним сделать. Это что за женщина? Я её не знаю. А-а, окей. А его? Всё время его здесь вижу. А, ну да. Наверное, он живёт где-то неподалёку. Просто он всё время был в вас в одном месте, где-то рядом, теперь здесь. Вот я и не признал этого парня. Немножечко ракировочку просто сделали. Хотели меня запутать, ублётки. Но ничего у вас не выйдет. Так. И-е-е-е-е-е-е-е-е-е-ре-ризон. Слышь, ты... О-йо. У Ризы нет кошки. А почему двери в его квартиру открыты? Мне кажется, что он обратился в кошку. Но, может быть, я не прав. Для начала я сюда гляну. Никаких котов. Ладно. Квартира Ризы. Странная дверь. Такая двойная. Риза? Риза! Он никогда не оставляет квартиру не запертой. Странно. Выглядит так, как будто большая ванная. Боже мой. Что с вами? Она... Холодная? Зоя... Зоя... О нет, только не это. Что же такое делается? Найди Эйприл. Спаси Эйприл. Это же... Это боевики Ока. Там, внизу. Мне просто необходимо взять эту штуковину. Да, вот эту. Вот, вот, ай. Ай. Вот, вот, вот. Взять. Я это трогать не буду. Какого черта? Это еще что за штука? Блин, я сейчас проиграю, наверное. Вперед, вперед, вперед! Руки за голову! Слушайте, я... Я предупреждал! Однако... Интересно, а мог ли я вообще от них убежать? Наверное, нет, но... Сообщите свое имя и идентификационный номер для протокола. Что это за место? Кто вы? Сообщите свое имя и идентификационный номер для протокола. Ммм... Хмм... Хмм... Если я сообщу им номер, они будут знать, кто я. В принципе, наверное, лучше не говорить. Мне нужен адвокат. Имя и идентификационный номер. Немедленно. Меня сканировали, когда привели сюда. Вы знаете, кто я. Вы были задержаны согласно уставу синдиката по борьбе с антикорпоративной деятельностью в связи с убийством и незаконным владением контрабандным программным обеспечением. И я советую вам всемирно содействовать нам, иначе вас ожидают большие неприятности. Вы, господа, подстрелили меня. Разве это не нарушение моих гражданских прав? В данный момент, мисс Кастилья, у вас нет никаких прав. Что вы делали в квартире мистера Тэмиза? О, нет, нет. Я ничего не буду говорить. Не знаю почему. Тем не менее. Я просто решила заглянуть и заметила, что дверь открыта. Я вошла, увидела тело. И тут на меня налетели копы. И куда вы дели датакуб? Какой датакуб? Хочу напомнить, что речь идет о вашей свободе, мисс Кастилья. Вы натворили достаточно, чтобы обвинить вас по нескольким статьям. Вы можете получить 30 лет корпоративной тюрьмы. А можете помочь нам. Так ведь я сотрудничаю. Честное слово, я ничего не знаю о датакубе. У вас был обнаружен датакуб, содержащий особо секретную информацию. Думаете, имеет смысл отрицать свою причастность? Я не... Послушайте, я несла пакет. Мне его передали. Я должна была доставить пакет Резе. Но он об этом не знал. Я не понимаю. От кого был пакет? От женщины, которая работает в одной компании, в Дживи. Ее звали... Чанг, кажется. Хилен Чанг. Каким образом Чанг установила контакт с вами? Что? Если ваш друг, мистер Тэмис, ничего об этом не знал, каким образом Чанг связалась с вами? Послушайте... Ну, хорошо. Я пыталась помочь Резе. Он попросил меня забрать для него пакет. Но он не знал, что в нем. Он его даже не видел. Что бы ни было там внутри, единственный человек, который за это отвечает, это Хилен Чанг. Вы должны допросить ее. Реза просто поговорил с этой женщиной. Он работает над каким-то сюжетом, а она его источник. О каком сюжете идет речь? Я не знаю. Он мне не рассказывал. Ээээ... Нет. Ага. Мм... 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 Сюда. Умоляю, поверьте мне. Я не знаю, в чем дело. Я просто оказалась не в том месте, не в то время. Да, именно так. Мы знаем, что вы не имеете отношения к убийству, но это не снимает с вас остальные обвинения. Вам запрещено покидать Касабланку. Если мистер Тэмис попытается связаться с вами, вы должны немедленно сообщить нам. А теперь расскажите нам все с самого начала. О чем вас попросил мистер Тэмис? Офигайся. Получается, все им рассказала. Кстати, я вспомнил еще одну подобную игру. Привет. Это Реза. Я либо занят, либо сплю. В любом случае, дайте знать, что случилось, я перезвоню. Спасибо. Привет. Это я, твой... Твой мобильник, наверное, отключен, чтобы... Ну, ясно почему, но если ты получишь это сообщение... Реза, пожалуйста, пожалуйста, вернись домой. Я уверена, все утрясется, если ты вернешься. Я очень волнуюсь. Позвони мне, хорошо? Пока. Или отправь мне сообщение, хоть... Что-нибудь. Все равно, что... Пока. Ну же, папа. Пожалуйста, возьми трубку, возьми. Привет, Зои. Папа? Извини, сейчас я не могу подойти к телефону. Оставь сообщение, и я перезвоню, как только смогу. Черт. Эта игра, о которой я вспомнил, это Индиго Проферти, она же, как же это называется, Фаренгейт. Но ее я записывать не буду, потому что ее хорошо помню, я ее проходил не всколько раз. Все концовки делал, ну, как и все нормальные люди. Так, бла-бла-бла, где он, никто, она, даже момент. Еще ок, я должна ему помочь, должна его найти. И все. И, так сказать, больше ничего. Нужно, так сказать, искать старого доброго резумезу, безумезу. Надо разобраться в этом бардаке. Когда-нибудь. Окей. Когда-нибудь, да когда-нибудь. Оба-на, это что такое? Стоп, 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 стоп. Нужно вести око на это. Оливия любит сниматься. Кто такой? Да, люблю я подушечки. Погодите, Оливия, это была ли не подруга Эйприл? Это в Кейптауне три года назад. Я решила посмотреть на кампус, и Реза поехал со мной. О, при этом у нее до сих пор эта фотография, более того, она по центру. О, мне нужно однозначно настаивать на том, чтобы она как-то вернулась к нему, или хотя бы как-то объяснила мне, что у них там произошло. На этой фотографии у папы какой-то смущенный вид. Ну и черт с ним. Зои, для тебя сообщение. Привет, Зои. Ох, мне так неловко. Вонкерс, мне сейчас некогда с тобой. Но вспомни тот раз, когда мы махнули на Вактраксе в Европолис, никому ни слова не сказав, и ты нажралась в лёжку. Что? Мне пришлось отвезти тебя в тот гнусный отель на Ярл-стрит. И тебя полночи рвало. А на следующее утро ты купила мне ту старинную зажигалку. Помнишь? Зои, это Реза. Я, ээээ, кое-что настроил в Вонкерсе, чтобы он сыграл тебе записанное заранее сообщение, на случай, если со мной что-нибудь случится. Я не хочу, чтобы ты волновалась. Просто это значит, что я не отметился у него в течение 24 часов. Скорее всего, со мной всё в порядке. И всё-таки на случай, если что-то не так, я попрошу тебя оказать мне одну услугу. У меня в квартире всегда лежит резервная копия материалов с моего блокнота. Там вся информация о сюжете, над которым я сейчас работаю. Я передаю новые данные дважды в день. Мне нужно, чтобы ты срочно забрала этот блокнот и спрятала его. Если я... Если у меня возникли проблемы, передай информацию моему редактору. Тебе придётся сперва всё расшифровать, так что поговори, сама знаешь с кем. Она обо всём позаботится, я уверен. Как найти блокнот? Я хорошо его спрятал. Иди ко мне в квартиру и скажи Люсии то, что я сказал тебе в тот день, когда ты уезжала в Кейптаун. Она найдёт блокнот. Я буду здесь, когда ты вернёшься. Господи, Реза! Только бы с тобой ничего не случилось. Как я уже говорил, скорее всего, со мной всё хорошо. Может быть, я просто забыл выйти на связь. А может быть, у Вонкерса сбой. Может быть, мне просто пришлось уехать. Быстро. Но всё равно, на всякий случай, забери блокнот. Ты единственный человек, которому я могу это доверить Зои. Сохрани его, и мы скоро увидимся, ладно? Нехило. Ладно, значит, я опять иду в его квартиру. Но что-то мне подсказывает, что это будет проблематично. Ну да, здесь в очередной раз рассказывается о том, что же у нас было последним. Хотя, вы знаете, в этом и есть плюс в этом блокноте. Если я, например, абсолютно забуду, что здесь происходило, у меня есть где узнать. Какой бардак. Вещей новых не появилось? Мой рюкзак. Рюкзак тебе, разумеется, якобы не нужен. Мне нужна... Да-да-да-да. Ну, вперёд навстречу приключениям! Или типа того. Вообще, нет. Я, наверное, пойду прям так и по дороге порассуждаю. Ну да, во-первых, я не хочу записывать Индиго Профи... Эй, что? А как я... А как... Чё за... Как я... Ну, мобильник и чё? Заценить. Я никогда не выхожу из дома без мобильника. Чёрт. Эл... Нет. Это нет. Пауза. О-о-о! Как мобильник использовать? Так, сейчас посмотрим. Настройки, клавиатура... Телефон М. А, ну так я же туда и уже заходил. Вернуться к игре. М. А-а-а! Последние новости. Вчерашнее Суаре. Всё в порядке. Открывается прекрасный вид. Закат береги себя, папа. Нормально. Значит, с ним всё нормально, хорошо. А звонить отсюда нельзя? Нет? Ну и... Ну и хрен с тобой. Я-то думал, что М. Это не мобильник, а какое-нибудь записное устройство. Здесь живёт семья по фамилии... Да-да-да-да. А база... Абдалбаза. Да. Тупая шутка. Как и я. Ну, здесь пока что закрыто, так что... Или нет? Нет, здесь не закрыто. Но я, наверное, всё равно пока что сюда не пойду. Сначала схожу к нему, а потом уже к ней. Наверняка он её имел в виду в качестве переводчика, расшифровщика. Ну, или чего-то подобного. Так, разобраться, разобраться... Ой, это кто такая? Фолк, люблю эту часть города. Здесь смешано столько разных культур. Мне этот район Касабланки больше всего нравится. Тут тихо, чисто. И люди не такие нервные. Если хотите заработать к ученик, нет лучшего места, чем Касабланка. Я её не знаю. А ту она якобы знала. Ну, ладно, ладно. Бррррр. Что бы сказать такого умного? Интересно. Данные... Как это сказать? События происходят параллельно с предыдущей игрой. Или после предыдущей игры, или до предыдущей игры. Ё-моё, опечатано. Око опечатали дверь резы. Они шутить не любят, а? Ну, ладно. М. Мне понадобится помощь Лив. Ну, да. Лив это, если я не ошибаюсь, как раз та. Всё, всё, всё тоже окно. Ладно, понеслась. Ну, и я думаю, что я всё-таки не буду заходить непосредственно к Лив. Сделаем это в следующий раз. Апокудова. Бай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok